Здравствуйте, с вами Музыка Мензурата. И сегодня начинается наша последняя трансляция в основной части, в основном цикле музыкальной истории средневековой Европы. Если вы помните, вводный рассказ, первый рассказ, первая трансляция начиналась с тех изменений климатических, политических, социальных, которые произошли в Европе в начале 14 века. То и вот последний рассказ, который я назвал катастрофой 15 века, в каком-то смысле это вот продолжение, может быть, следующий этап этой истории, этого рассказа. Как вы помните, в начале 14 века начались серьезные изменения климата, началось похолодание, прекратилось виноградарство в Шотландии. В Восточной Пруссии, то есть в районе Калининградской области, например, в Померании, то есть в Северной Польше, там было виноградарство и виноделие, соответственно. И Гренландия была зеленой землей вот до этого времени, но вот все сильно изменилось в 14 веке, в начале 14 века. В связи с этим изменили социальные условия, музыкальные, соответственно, тоже условия, просто сами культурные. Последовали целая череда различных бедствий, как природных, так и эпидемий, в каком-то смысле тоже природные бедствия. Небольшое улучшение наступило в 70-80-х годах, но в следующие 60-70 лет наступил вот минимум солнечной активности, которого не было полтора тысячелетия. То есть как раз примерно к 1450 году это вообще минимум солнечной активности, одни из самых, вообще самых суровых зим, которые были когда-либо в Европе. Холодные зимы шли буквально 50 лет в Нижних землях, то есть от Нидерланды, Бельгия. В Британии вообще урожай 1428 года был худший в столетии. В Бургундии, как обычно, вот беда это когда в Бургундии нет вина. Это был всего один год, как вы помните, тот один из дождливых годов 14 века. Но вот в середине 15-го с каждым годом Пино Нуар, это основной сорт, с которым делают красное бургундское вино, и вот Пино Нуар начал созревать все позже и позже, соответственно, его все было меньше и меньше. Если смотреть вообще середину 15-го века, то средние температуры упали более чем на полградуса, и морозы по всей Западной Европе стали встречаться чаще. Вот когда Карл VII в 1438 году торжественно вступил в Париж, то вот хроники отмечали, что была столь суровая зима, что дикие волки прибегали в Париж просто погреться. То есть было совсем плохо даже зверям. И вообще тогда снежные зимы, ледяные зимы для Западной, Центральной Европы стали нормальным, просто обычным явлением, чего сейчас, например, нет, и ничего не было в 13-м, например, веке. И золотая осень начиналась в сентябре, а не как бы в октябре, как это было опять же в том же 13-м веке. Понятно, что земля начала давать гораздо меньше урожай после этих изменений. Первоначально, впрочем, как ни странно, это напрямую не повлияло на благосостояние людей, но по одной чудовищной причине. После голода 1315-1318 годов и после, соответственно, черной смерти, чумы, население Европы уменьшилось вдвое. И, соответственно, были оставлены самые неплодородные земли, малодоходные деревни, то есть у людей стало больше возможностей быть на более лучших землях и заниматься какими-то более доходными видами деятельности. И, в принципе, это был такой небольшой экономический подъем, где-то 60-х, 80-х годов 14-го века, как раз в то же время, когда был небольшой период увеличения солнечной активности. Но в дальнейшем, к сожалению, становилось все хуже и хуже. Исследователи вообще считают, что изменение климата прежде всего привело к тому, что ВВП на душу населения был на 15-35% в середине 15-го века ниже, чем в начале 14-го века. То есть буквально за 150 лет экономики находились в рецессии. И сейчас историки вообще считают, что в Западной Европе 15-й век, фактически середина 14-го века, это, наверное, с конца 14-го века, это самая затяжная рецессия экономическая в истории, вот как бы в экономической истории мировой и европейской. Сама чума тоже возвращалась неоднократно, буквально чуть ли не каждые десятилетия, а то иногда, когда она возвращалась раз в 25 лет, это было просто чудом. И вообще, если смотреть на начало 15-го века, население Европы было практически тем же, что на начало 13-го века. То есть это был шаг просто на 200 лет назад, в смысле населения. Вместе с этим вот эта вот слабость, экономическая слабость Европы и слабость по населению, она привела к тому, что помощи Западная Европа не могла оказать и Константинополю, несмотря на унию, которая была Ферраро-Флорентийская, чуть более ранее заключена, мы об этом тоже поговорим. И когда пал Константинополь в 1453 году, османы стали контролировать и Черное море, и Балканы, потом были захвачены еще серебряные шахты на территории Хорватии, и тогда как бы совсем уже упала экономическая активность в Западной Европе. Но вот удар прихода османов и то, что была закрыта фактически восточная торговля, а после того, как началось пиратство в 15 веке, уже в конце, правда, 15 века, берберское пиратство, то тоже Марин Острум Римской империи и вообще одной из главных торговых, я даже не знаю, набора торговых артерий средневековых, это Средиземное море, оно было просто практически закрыто для судоходства и опасности, сохранялись от пиратов там вплоть до 19 века. В социальной жизни происходили тоже громадные изменения, например, в 30-40-х годах начались 15 века гонения на небо, на ведьм. Сначала речь шла о вот таких западно-альпийских областях, вроде Савои, Дефине, также вот в Пьемонте, потом в Западной Швейцарии, начинается вот как раз охота на ведьмы, и печально известный молот-ведьм выходит в 1484 году. В 1480-х есть трибунал испанской инквизиции, и вот этот вот репрессионный антиведьминский маховик ренессансный закручивается как раз в конце 15 века. То есть 15 век – это один из самых таких драматичных в истории Западной Европы, самые сложные экономические, когда вот происходит самая, наверное, длинная в современной истории Европы экономическая рецессия. В то же время происходит еще один важный процесс. Он связан прежде всего с папством. Как вы помните, в начале 14 века папы переезжают в Уиньон из Рима, и тем самым получается, что они стали меньшими светскими властителями, то есть они перестали полностью к тому времени контролировать папские владения в Романе, то есть владцу вокруг Рима, и было проще переехать в Уиньон. В этот момент начинает укрепляться внутренняя дисциплина католической церкви, то есть, с одной стороны, в рамках светской власти уменьшение явное было у пап при переезде в Уиньон, но авторитет у пап, что в 14 веке, он как бы был несколько выше, и реформы, проводившиеся в католической церкви, как бы оказали свое воздействие на этот авторитет. Папа Григорий XI решился все-таки вернуться из Уиньона в Рим, то есть, чтобы в том числе укрепить свое владычество, как и светского государя. Но вот буквально через год после своего возвращения он умер, был избран новый папа, однако своими действиями он восстановил против себя всю, наверное, коллегию кардиналов, и эта коллегия избрала другого папу, Климента VII, который переехал в Уиньон. И вот для него как раз писали замечательные композиторы эпохи Арсубтиллер, это Гиди, Мастер Гидиус и Филиппов Козерский, которым мы говорили, и музыку которого слушали в прошлой трансляции. И таким образом, Урбан VI и Климент VII начали две линии папства, римскую и авиньонскую. Авиньонские потом будут названы антипапами, но на тот момент это вовсе не казалось таковым. Половина Европы поддерживали одного папу, половина Европы другую папу. Были попытки примирения, был создан сначала еще в XIV веке собор в Пизе, но как бы ничего из этого не получилось. Потом был собор в Констанце, мы о нем еще чуть попозже поговорим. Он привел к еще важным изменениям вообще в социальной жизни Европы. И важно, что было не только два, на момент Константского собора было аж три линии папства. Авторитет папы упал, наверное, на одну из самых низких точек в истории. И вообще XV век войдет в историю папства как эпоха борьбы папы и соборов, то есть неясно было, кто важнее. И буквально последний крупный собор после Констанца, это Базильский собор, одновременно Феррарско-Флорентийский папа созывал. И, можно сказать, лишь к середине XV века борьба между папой и соборами несколько утихла. Одновременно в XIV веке, при этом низком авторитете папства, появились люди, которые не просто ставили под вопрос того или иного папу, но вообще и место папства в западном христианстве. Самым известным из таких людей, наверное, был Джон Уиклифф. Но, возможно, он не так как бы известен даже, как некоторые его последователи. Джон Уиклифф происходил из Йоркшира, из довольно зажиточной семьи, дворянской, но он не был первым сыном, и поэтому, я думаю, что родители сами были счастливы, когда он избрал для себя духовную карьеру, он поступил в университет, стал бакалавром свободных искусств, стал мастером Балиалл-колледжа, это что-то вроде декана, наверное, будет. Он стал доктором богословия чуть позже и участвовал, в том числе в делегации короля Англии на переговорах мирных при участии Папы Римского, то есть он был знаком с Папой Григорием XI. И Джон Уиклифф примерно в это же время, после того, как стал доктором богословия, начал писать книги богословские, в которых сомневался и в верховенстве Папы, и вступал против индульгенции, против симонии, против богатства церкви, стал под вопрос смысл монашества. Он, наверное, первый прогласил тезис соло скриптура, или вот... Это тезис, который был уже у Лютера, то есть это одно из основных тезисов протестантизма, который заключает, что Писание прежде всего, впрочем, скорее всего, он был, наверное, ближе к прима скриптура, то есть ближе к тому, что существуют другие традиции, но Писание, Писание прежде всего, этого тезиса придерживается англикане, например, и сейчас. И он первый начал делать перевод Библии на народные языки, и его ученики завершили этот перевод, и вот первая Библия, переведенная на такой народный язык, на Западе, это Библия Уиклифа, то есть это XIV век. Более того, изначально вообще Уиклиф был поддержан знатью английский, Джоном Гонтом, знаменитым, и вышел благодаря этому победителям слушаниях и хорошего парламента в 1376 году, и в суде над Уиклифом, над идеями Уиклифа перед епископом Лондона в 1377 году, но вот синонтом в Кентрибере в 1382 году он был осужден во многом потому, что его последователи, которые назывались лалардами, и были основной, наверное, движущей силой восстания Уотта Тайлера в 1381 году, одной из самых крупных крестьянских, как бы вообще таких простолединских восстаний в Англии. Он был вызван в суд на Рим, в суд над ним в Рим в 1384 году, но у него, вероятно, было вроде что-то инсульта, и он умер в самом конце 1384 года. Тем не менее, его книги были известны в Богемии, существовало между Оксфордом и таким пражским университетом тогда большие связи, по крайней мере, студенты из Богемии учились в Оксфорде в 14 веке, мы знаем о некоторых из них. Также 20 января 1382 года была свадьба короля Англии Ричарда II и Анны Чешской, или Анны Богемской, как ее называют. В свите, как бы, Анны были и преподаватели, и студенты, пражского университета. И, в общем, книги Уиклифа были распространены в Богемии, и, по крайней мере, сам Ян Гус говорил, что уже там 20 лет на тот момент, когда он начал писать свои книги. Идеи Уиклифа были известны, книги были известны, читались в Богемии. В своих работах Ян Гус неоднократно ссылается на Уиклифа. И Ян Гус – это другой профессор уже в Париж, а уже Пражского университета, простите, он стал, даже был дважды ректором Пражского университета. И идеи Яна Гуса были осуждены на соборе в Констанце. Они очень похожи на идеи Уиклифа. В общем, и вместе с ним был и Уиклиф осужден. Ян Гус был сожжен в 1415 году, но вот его смерть привела к гусицким войнам. И для чего я как бы это долго рассказывал? Для того, чтобы привести как раз к гусицким войнам, то есть помимо рецессии, помимо чудовищных изменений климата и самых таких холодных времен в современной истории Западной Европы, центральная и восточная как бы Европа была опустошена гусицкими войнами. Интересно, что на соборе в Констанце был рыцарь Освальд фон Волькенштайн. В Констанце он был в свите короля Германии и Венгрии Сигизмунда, А также до этого он был в свите герцога Тирольского. Если судить по его песням, то он побывал в совершенно фантастическом количестве стран, в том числе он тонул в кораблекрушении в Черном море, он был в Англии, Шотландии, Португалии, Марокко и вполне возможно добирался до Литвы и до России. И до нас дошло 125 песен его главным образом одноголосных, но есть и полифонические произведения. Я предлагаю сейчас послушать одноголосное его произведение Барбарей в исполнении ансамбля с секвенцией вот того самого Освальда фон Волькенштайна, который был в Констанце и видел осуждение Яна Гуса. Это был фрагмент одноголосного произведения Освальда фон Волькенштайна в исполнении ансамбля секвенцией это пел Бенджамин Бэкби. А теперь давайте послушаем уже многоголосные произведения Освальда фон Волькенштайна в исполнении ансамбля Леонус. Это был фрагмент полифонического произведения Освальда фон Волькенштайна Ахсен Ахсен Лихисляйден в исполнении ансамбля Леонас и Освальда фон Волькенштайна иногда называют последним Менезингером. По крайней мере в текстах он близок как раз к Менезангу. В музыке скорее чувствуется начало как раз 15 века. Тем не менее. Итак, авторитет папства и вообще католической церкви довольно низок. Возникает движение первое реформационное крупное реформационное движение Виклифа в Англии и Гуса в Богемии. Возникают гусицкие войны, которые разорили Центральную Европу. Но в общем-то в Западной Европе не лучше. Мы сейчас к ней перейдем. Во Франции в одном из центров музыкальной культуры 15 века начинается гражданская война, которая будет названа Войной Арманьяков и Бургиньонов. Начало им ей было положено так называемым Балом Объятых Пламенем 28 января 1382 года. Вообще начало если можно дальше откатить было связано с пленением короля Франции. Еще в 14 веке вообще сама идея для французов потерять короля она была болезненна. И когда простите за патологию болезненный король с довольно подвижной психикой Карл VI для него устраивались часто просто празднества чтобы он расслабился чтобы с ним ничего не случилось и чтобы был добрый король. Одним из таких празднеств должна была стать свадьба фрейлины королевы и часто устраивались празднества если был неравный брак если по возрасту брак неравный второй брак например устраивались шаривари мы об этом как-то говорили когда говорили о романе о фавеле и вот здесь должен быть танец танец диких людей и сам король и вместе со своими приближенными они оделись в перья обмазались воском поставились связались цепью и когда довольно нетрезвый Людовик Орлеанский пришел и хотел на этот праздник чуть позже опоздав он поднес факел чтобы посмотреть кто скрывается за маской из факела капнула капля загорелись загорелись люди все подряд загорелись перья загорелся воск и в итоге несколько человек просто погибли короля удалось спасти Жанна Берийская закрыла его своим подолом просто вот эти кучи своих юбок но это все прошло не без последствий постепенно началось просто сумасшествие Карла VI в том числе от этого потрясения и многие винили Людовика Орлеанского вот во всей цепи бед которые обрушились на Францию Людовик Орлеанский с одной стороны вот такой мод повеса пытался как можно загладить свою вину построил известную существую сейчас церковь пытался вкладывать большие деньги в празднества интересно что примерно с 80-х годов до 20-30-х годов 15-го века были очень популярны новогодние представления то есть впервые как бы начали серьезно справлять придворными новый год были даже определенные новогодние песни именно этого периода и Людовик Орлеанский порой на новогодние подарки тратил деньги наверное сейчас речь бы шла о миллионах долларов или о миллионах евро но все это не помогло против Людовика Орлеанского вот как бы о нем плохо думали все кто мог и по приказу герцога Бургундского он был убит в 1407 году фактически убийство родственника короля и такого могущественного герцога Тудорика Орлеанского оно спровоцировало гражданскую войну гражданская война соответственно была разбита на два дома Орлеанский и Бургундский главой Орлеанского дома стал Бернар граф Арманьяк поэтому их называли Арманьяками собственно сначала Арманьяки сначала Бургиньоны фактически командовали Парижем но затем Арманьяки захватили Париж там произошло восстание и фактически Франция в 1418 году разбилась на два государства у нее было два правительства одно правительство Дофина как раз туда помните Жан-Дар пришла а второе правительство Изабеллы Баварской которая была регентом и оно было в Бургундии во-первых сама война между Арманьяками и Бургиньонами она истощила Францию с одной стороны и когда в 1435 году был заключен мир этот мир фактически означал усиление Бургундии и дальнейшее такое развитие большое развитие музыкальной культуры оно уже примерно с 20-х годов 15-го века начинается и вообще связано будет с Кореей с Бургундией и с теми землями которые принадлежали Бургундии то есть фламандские земли Фландрия Нидерланды это будет уже центром музыкальной культуры 15-го века и частично 16-го века в 1416 году умирает Жан-Берийский и вот получается в 1407 году Людовик Орлеанский в 1416 Жан-Берийский это два человека до этого еще граф Дефуа это люди которые были спонсорами музыки музыки арс-субтиллер собственно вкладывали даже деньги не по своим средствам и Людовик Орлеанский тратил и Жан-Берийский вот вы наверное знаете великолепный число слов герцога Берийского это вот Жан-Берийский и собственно его жена как раз спасла короля Карла VI во время баллов объятых пламенем так вот когда он умер оказалось что он должен какие-то вообще сумасшедшие деньги то есть он был весь в долгах но тем не менее это не мешало ему тратить на искусство и так последствия войн во Франции это большое истощение Франции французский королевский двор перестает быть центром музыкальной культуры особенно после смерти Людовика Орлеанского и Жан-Берийского и такой центр перемещается постепенно в Бургундию там появляется совершенно чудесный композитор который музыку которого я уже приводил когда говорил о форм фикс средневековых на нем как раз по большому счету заканчивается преобладание этих форм в этих формах еще и пишут я говорю прежде всего о Рондо Балладах и Вериле имя этого композитора Жиль Беншуа вот этот портрет Тимофея или Леал Сувенир работа Иван Эйка исследователь такой американский Пановский считает что это изображение как раз Жиля Беншуа мы о нем знаем не так много к сожалению то есть он родился в довольно знатной семье был органистом в Монсе затем был в Лиле на службе у Вильяма Пола который был граф Сафолка и примерно с самого конца двадцатых годов пятнадцатого века он переходит на службу герцога Бургундии он потом ему дают даже титул почетного секретаря как раз в 1437 году по большому счету тридцатые годы пятнадцатого века это пик Жили Беншуа он становится наиболее популярным композитором если мы можем смотреть на рукописи то по количеству копируемых песен Жили Беншуа то как раз он становится самым популярным композитором тридцатых годов впервые песни в рукописи появляются в двадцатых копируются и в сороковых и в пятидесятых но вот такой некоторый пик это как раз тридцатые годы пятнадцатого столетия от него дошло около шестидесяти вот этих вот песен трех реже четырех голосных это в основном рондо также есть одно верлей семь баллад и есть еще несколько десятков литургических произведений давайте прослушаем фрагмент как раз одного из такого произведения 300 плезир в исполнении Рэндалла Кука Сюзан Ансорк и поет Лена Сюзан Нарин Сюзан Ансорк Это был фрагмент шансон Жили Беншуа 300 плезир в исполнении Лена Сюзан Нарин Сюзан Ансорк и Рэндалла Кука А сейчас прозвучит Амор и Суэй в исполнении Котик Вольсус Амор и Сюзан Ансорк Амор и Сюзан Ансорк и поет Готик Вольсус Амор и Сюзан Прозвучал фрагмент произведения Амор и Суэя в исполнении ансамбля Готик Вольсус Если переходить уже к окончательной периодизации, периодизации средневековья, то я бы предложил сделать ее периодизацию, разделить на три части. Во-первых, это ранее средневековье, как раз с того момента, когда появляется грегорианское пение, изобретение развития невменной нотации, когда появляется первая записанная полифоническая многоголосная музыка, то есть это IX-XI века. Затем высокое средневековье или, возможно, арс-антиква, когда развиваются светские жанры, трубадуры, труверы, появляется сам термин композитор. Наверное, так важно, помните, когда появляется термин кантор вместо лектора, примерно в VI веке, это означает, что пение в церкви не менее важно, чем текст, который звучит в церкви. Развиваются музыкальные инструменты, появляются такие жанры, как матет, органум и кондукт, то есть это буквально с XII века по второе десятилетие XIV. Затем арс-нова, это развитие мензуральной нотации, дробление ритма, двойное, тройное, игра с ритмом, когда начинаются преобладать полифонические жанры, когда существуют эти самые чудесные министрельские школы. И это примерно с 1320, то есть с третьего десятилетия XIV века по XIV годы. В большом счету Беншуа, вот о котором мы сейчас говорили, это последний композитор XV века с таким количеством синков и с таким вообще большим количеством диссонансов подряд. И в XV веке, даже уже и Беншуа, музыка становится проще, чем варс-субтиллер. Исчезает министрельская школа, как я сказал, и плюс нотация меняется. С 50-х годов XV века начинается другая, так называемая белая мензуральная нотация. Еще интересная особенность для всего Средневековья в полифонической музыке. И линия не менее важна, чем вертикаль, чем получающаяся созвучие, развитие линии, вот эта вот линейность мышления, если можно так сказать. Это вообще характерная черта Средневековья. И вообще развитие одновременно вместе с полифоническими жанрами, жанров одноголосных. Такой вот пик в жанре, например, лео, о котором мы говорили отдельно. Итак, на этом заканчивается рассказ о исторических хрониках, об истории, музыкальной истории Средневековой Европы. Но нас ждут еще дополнительные циклы. Так что оставайтесь с нами, подписывайтесь на нас в ВКонтакте, в Фейсбуке, на Ютьюбе и Телеграм. И оставайтесь с нами. Спасибо. 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 Спасибо.